В Москве прошел масштабный фест. Студенты-гейм-дизайнеры показали свои курсовые и дипломные работы. Ведь Алексеев порубился в новинки и снял сюжет. Так, немного опоздал на пару. Привет. У нас сегодня зачет по гоночкам или стратегиям? Стратегиям. Дашь списать? Окей. Все, отлично. Начать игру. Фест проходил на территории университета бизнеса и дизайна. Игры разрабатывали его учащиеся. Презентовали тут же, в компьютерных классах. Лера и Саша уже третий год учатся на гейм-дизайнеров. Сегодня представляют свой дебютный квест в жанре детектива. На его создание ушло два года. Мы изучали множество детективных фильмов, книг, законов жанра. Мы играли в много игр. Не мешало вам это учебе? Наоборот, это даже помогало. Преподаватель прямо сейчас тестирует нашу игру тоже. Да. Как вам игра? Зачет? Да, это пять с плюсом. У преподавателей тоже были свои проекты. Ян ведет лекции по программированию. На досуге увлекается созданием 2D-игр. Это моя игра в час ночи по московскому времени. Про то, как магические существа, путешествующие к северному сиянию, отвлекаются на огни Москвы, попадают в город и теряются там. В час ночи по Москве всегда магические существа бродят. Да, да, да. Тина студентка третьего курса и разработчик компьютерной игры в жанре фэнтези. Признается, создавать виртуальные миры и успевать жить в реальном непросто. Чем крупнее проект, тем больше времени на него уходит. Родители поддерживают вообще? Для наших родителей это скорее как приятная новость, что дети чем-то увлекаются. И когда игра становится профессией, к этому и отношение меняется. Но некоторым своим родственникам я до сих пор говорю, что я графический дизайнер. Помимо видеоигр были еще и настольные. Одну из таких придумали гейм-дизайнеры Лиза и Катя. Говорят, процесс очень кропотливый. Самое сложное в разработке. Сделать так, чтобы игрок понимал, что от тебя требуют карточки. Это иконографика, очень важная деталь в каждой настольной игре. Тут у нас есть монрайтик плюс один. Понятно, что это. Но у нас нигде сейчас нет подсказки с подписью. А что вообще это такое? Мне никакие объяснения не помогут, поэтому я в настольные игры не играю. Кстати, протестировать игры может любой желающий. Если что-то вам не понравится или покажется, что в игре чего-то не хватает, можно напрямую обратиться к разработчику, и он постарается все пофиксить. Кстати, а можно сделать так, чтобы персонаж в игре плевался огнем и летал? Ну, у нас игра, конечно, про дикий запад, но любой каприз за ваши деньги. Ждут от начинающих гейм-дизайнеров крутых игровых релизов, ведь Алексеев Димагнатюк, новости пятницы.